ЧЕМПИОНАТ МИРА Впервые за долгое время сразу ряд российских футболистов может уехать в сильные европейские клубы. Рассказываем кто, куда и за сколько. Подпишись на наш канал и не пропускай новые видео. Пиши свой город в комментариях и возможно он появится в следующем ролике. Александр Головин. Вероятность ухода 90%. Претенденты. Челси, Ювентус, Монако. Головин. Главный актив нашей сборной после чемпионата мира. Несмотря на то, что болельщики называют большими игроками сборной Акинфеева и Дзюбу, европейские скауты облизываются именно на хавбека ЦСКА. И не зря. Головину всего 22. А он уже зарекомендовал себя в Европе. Вероятнее всего Александр направится к Маурицио Саре. Ювентус и Монако отстают. Барселона выключилась из борьбы, хотя недавно была готова отстегнуть 30 миллионов евро. Артем Дзюба. Вероятность ухода 50%. Претенденты. Кардив Сити. Гуанчжоу Эвергранд. Шанхай СИК. Можете вбить в твиттер фамилию Дзюбы на английском и увидите, как от него тащится в Англии после чемпионата мира. Артем показал, как может вести борьбу с защитниками любого калибра. Без него схема Черчесова с зацепами и скидками на чужой половине поля потерпела бы фиаско. Сам Дзюба не раз говорил, что его мечта АПЛ. Потому если он и уедет в Европу, то в английский клуб средней руки. Все-таки Артему уже 29. Готов подписать его Кардив. А вот китайские мешки форвард Зенита шлет куда подальше. Илья Кутепов. Вероятность ухода 35%. Претенденты. Фиорентина. Вестхам. Борусия М. РБ Лейпциг. Леон. Фулхам. До травмы Джикии Кутепов был третьим-четвертым выбором Карреры среди центральных защитников в обойме Спартака. После того же Джикии, Таски и Бакетти. На чемпионат мира его вызвали от безнадеги. Больше некого было. А он взял. И в паре с Сергеем Игнашевичем составил одну из лучших связок в истории нашей сборной. А еще стал лучшим футболистом чемпионата мира по числу выигранных единоборств в обороне. 66. Теперь в Спартаке у Кутепова будет новый статус. Однако предложения из Европы теперь просто сыплются на него. Илье нужно только определиться самому. Хочет ли он покидать Россию? Можно так подобрать слова, но великий турнир. Травма в первом тайме матча Саудовской Аравии чуть было не сломала Дзагоеву весь турнир. Две недели он пахал, не общался с друзьями и родными. И все ради пары десятков минут в игре с Хорватией, за которой он успел сделать голевую передачу на Марио Фернандеса. По информации итальянских СМИ, интерес к Аллану проявляет Лацо, который ищет замену ушедшему в Эскам Филиппе Андерсону. Но римлян смущает травматичность игрока, и в данный момент это главное препятствие для переезда в Европейский чемпионат. До начала чемпионата мира Смолов был главным претендентом на переезд в Европу. Но смазал турнир. И дело даже не в идиотской поненке в игре с Хорватией. Федор – футболист, который совсем не подходит сборной России по своей стилистике. Он больше настроен на позиционные атаки и игру в пас. В игре с обилием лонгболов, прессинга и борьбы он далеко не так полезен. В общем, Федор облажался. И теперь самый вероятный вариант продолжения карьеры для него – московский локомотив. Марио Фернандес. Вероятность ухода – 25%. Претенденты. Валенсия, Интер. Человек, который вошел в символическую сборную FIFA по итогам чемпионата мира. Это при чудовищной конкуренции со стороны Павара, Вурсалько, Минье и других высококлассных игроков на этой позиции. Фернандес подарил спокойствие за правый фланг. И ошибся всего однажды, когда потерял позицию при первом голе хорватов. Пенальти даже вспоминать не стоит. Это лотерея. Марио был хорош на протяжении всего турнира и привлек к себе внимание солидных европейских клубов. Однако, судя по всему, Фернандес уже прикипел к России и вряд ли сорвется куда-то в ближайший год. Игорь Акинфеев. Вероятность ухода – 5%. Претендент – Наполе. Немного новостей из разряда фантастики. Недавно появились новости, что Игорь находится в расширенном списке Наполе, который ищет замену ушедшему в Милан Пепе Рейне. Но мы-то с вами понимаем, что Акинфеев уже вряд ли куда-то сорвется. Даже если переговоры ЦСКА с итальянцами пройдут успешно. Помимо ребят в этом списке есть еще Зобнин, братья Миранчуки и Кузяев. Но их время еще не пришло. Возможно, уже через два года европейские топ-клубы начнут охоту за ними. Очень хочется в это верить. В прошлом видео мы спросили вас. В списке игроков, набравших в Ла Лиге по системе гол плюс пас больше всего очков, четыре игрока – из Барселоны, Реала и Атлетико. На пятом месте расположился футболист, не представляющий эти команды, но поехавший на чемпионат мира в составе сборной Испании. О ком идет речь? Ответ – Яго Аспас, нападающий сельты. Да-да, тот самый, удар которого с пенальти отбил ногой Акинфеев. А теперь вопрос. Один из братьев Миранчуков, Антон, имеет опыт выступлений в Европе. За кого он играл? Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Надеемся, что вам нравится наше творчество. Не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на наш канал. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео.